Я никогда не видел двух лучших друзей с любимым эстетикой Один из них выглядит как мама, которая живет вместе, а другой выглядит как маленькая эмоция Твои секреты о том, как быстро выучить английский язык Расскажи, как у тебя начался твой путь изучения английского? Изначально меня записали на кружок в садике Это было ужасно, нас поднимали посреди тихого часа Ты вообще можешь себе это объяснять? И приходилось вставать и идти на кружок Я его ненавидела, я ненавидела английский филлярный голос А по тебе так и не скажешь Да, а что выросло? Вот, а потом я пошла в школу и мне очень понравилось Не школа, но английский филлярный Это уже был подростковый возраст И мне понравилась одна мальчиковая группа Нравится? Мне кажется, сегодня будет просто вечер откроений Откроений Да Какая? Ну, закроется One Direction, что ли? А мне вот не нравилось, кстати Ну, я ради Гарри Стайлз Чтобы стать его женой Я начала учить английский филляр Чтобы учить песни Чтобы петь песни Чтобы понимать песни Я еще знаю твою эру жизни о том, что Twitter У тебя сыграл очень большую роль в том, что Ты знаешь все сленговые словечки У тебя там очень много разных друзей У меня там очень много разных друзей Я зарегистрировалась в Twitter Чтобы писать в One Direction Аааа, теперь я уловила связь Ну, я старалась писать разборчиво, понятно Чтобы они обратились на меня внимание Но не срослось, к сожалению Но я не забросила это делать Я потом потяла на другую мальчиковую группу И продолжила изучение английска уже с их песен Вот так вот Ты чекала какие-нибудь сайты, ютуб, все что угодно? Конечно, я в ютубе сидела бесконечно, безгранично Мне очень нравились всякие блогеры Такие веселые ребята, которые просто рассказывают о каких-то смешных штуках Готовят рецепты, которые они не умеют готовить И за их счет я начала понимать больше на слух речи Мне стало легче воспринимать И плюс мне очень нравилось, опять-таки, разбирать тексты песен Я их специально учила, потому что я была Но, кстати, говорят, проблема в том, что английский именно текст и песен Там неправильно дается формулировка именно фразы И что ты заучиваешь неправильно Могут даже иногда попадаться неправильные формы глаголов Вместо единственного числа множественное В общем, хуже, конечно, всякой билиберды Но, в принципе, просто чтобы хотя бы ощутить язык И начать его лучше понимать Это очень классно И плюс он будет живее, чем если ты будешь учить по книгам Мне нравится YouTube тем, что мы используем там, в принципе, разговорную речь Которую вот, ты приехал в среду, там, неважно куда, в англоязычном Ты сразу понимаешь, о чем говорят, а не то, что там Шекспир написал Да, очень сложно вникнуться в смысл Наоборот, очень круто, что сейчас вообще есть такая возможность И тем более есть субтитры английские, есть субтитры русские, украинские Вообще любые Можно одновременно и английский, и русский субтитры Слова, которые поются в песне А вот сейчас, когда я слушаю песню, и я сразу понимаю текст Я такая, вот это вот классно Вот это вот я молодец Вот для чего я учила английский столько лет Да, чтобы вот сразу слушать песню и понимать, что там за текст Вот так вот Возможно, у тебя есть какие-то сайты, которые ты бы могла посоветовать Как для обучения английского Или, возможно, какие-то книги, которые не суперсложные Которые можно брать там на начале Ну, для начинающих мне очень нравилось в такой интерактивной форме Заниматься в долингах Мне кажется, многие очень знают Кстати, да А там, думаю, не только английский Там вообще, мне кажется, половина языков мира есть Ты занимаешься с картинками Ты учишь лексику и грамматику в основном И это очень удобно, потому что можно заниматься каждый день По, там, 10-15 минут Ты проходишь Дизуализация Да, да Ты проходишь уровни То есть у тебя уже идет какое-то достижение, мотивация И ты чувствуешь, как будто ты играешь в мобильную игру и проходишь класс Плюс еще очень классный лингвалел Кстати, я тоже не уснула Да, там можно читать тексты И у тебя сразу будет маленький словарик И ты, если не понимаешь какое-то слово, ты можешь сразу его найти и понять, и написать Я помню, когда я была маленькая, мне мама покупала, там, не знаю, «Кот в сапогах» или «Красная шапочка» истории И там сразу, там отдельно была маленькая книжечка, в которой сначала была история Потом сбоку вот так вот были сразу слова сложные А после него были разные упражнения, все связаны с этим текстом, с историей И вся книжечка посвящена одной истории А сейчас это все просто в электронном варианте, и все намного легче и проще Либо просто объединенные, и ты смотришь, и уже все запоминаешь Если у тебя есть хотя бы видео, какая-то визуализация Ты можешь примерно додумать, что ты видишь и о чем люди говорят Это то же самое, что вот когда на тестах в школе включают аудирование Да, происходит То есть оно как бы, ты понимаешь, что это английский какой-то, что-то на английском Но суть теряется То есть слышишь там какой-то Freedom, такое слово Animal Animal Лондон Capital Great Britain И возможно, конечно, ты сможешь из этих урывков как-то соединить это все Но, конечно... Это сложно Да Лучше для этого использовать либо те же клипы, сериалы, что-нибудь, что как-то зацепит взгляд И вы запомните эту визуализацию Да И сериалы, кстати, еще очень круто за счет того, что они дают тебе эмоции И на эмоциях ты легче запоминаешь Например, если это как-то супер крутая шутка Ты потом будешь у тебя в голове ее прокручивать миллион раз И ты 100% запомнишь ее дословно И даже если там какие-то супер сленговые слова, какие-то сложные слова Ты все равно будешь их запоминать, потому что, блин, это было смешно Да, но, кстати, вот все, все рекомендуют учить английский по друзьям Friends forever Но, когда я слышу людей, которые стараются их как-то использовать сериал в благих целях У них ничего не получается Они ничего не понимают Есть отдельный сайт, я постараюсь его найти и оставить вам под видео Там есть полностью весь сезон друзей, где сверху русские субтитры, внизу английские То есть двойные, чтобы вы все понимали, о чем говорится Но люди не успевают, они говорят, что очень быстро они говорят, слова зажевываются Я ничего не успеваю даже прочесть, что они сказали Не то, что понять смысл, в принципе, или какую-нибудь шутку Что ты скажешь? Ну, я думаю, это тоже надо рассчитывать свои силы адекватно Сразу Просто говоря, что друзья это прям вот вообще easy, easy breezy Не знаю Ну, честно говоря, unpopular opinion Но я не слишком их ценю и люблю Я тоже их не смотрю Да, поэтому я прям не смогу критично оценить, насколько там уровень языка Но если у тебя не очень хорошие уровни, не очень высокие, то лучше, конечно, начинать с чего-то попроще То есть не стоит начинать с Шерлока, с теории большого взрыва, где вы ничего не поймете Да И там будет куча терминов непонятных, и речь будет довольно сложная Или какая-то юриспруденция Да Технический перевод Да, это была наша специальность Да Можно начинать, мне очень нравится для тех, кто, конечно, это очень узкая ланга для ценителей Но очень классно смотреть анимационные сериалы, которые на Cartoon Network, на Netflix У них гораздо проще речь, потому что они ориентированы на более молодую аудиторию, которой легче надо воспринимать текст И по ним тоже очень классно, у них живая речь, там играют профессиональные актеры, известные То есть у них есть и подача, и игра, и при этом речь будет более понятной и разборчивой А какие есть юриспруденции? Очень популярный Gravity Falls Я думаю, он очень не смотрел Ну, он очень классный, он такой душевный Он летний, он на воспоминаниях о друзьях, о семье И мне кажется, его будет очень классно посмотреть даже просто для себя, для практики Очень многие смотрят Adventure Times А, кстати, да Да И очень много таких подобных сериалов, вот именно от одних этих сериалов Аватар, Легенда об Англии 100% Стоит посмотреть не только вы, но я сейчас себе мотаю на уши Хотя, вроде бы, вроде бы все пройдено, но, видимо, не все Переходим к немножко посложнее вопросу Подготовка к ЗНО, поступление Как раз это видео весной, март То есть все уже начинают активно готовиться к ЗНО Что сделаем? Вообще, я считаю, что, конечно, самообразование это классно, круто Очень многие на инстаграм-блогах говорят, что занимайтесь сами, но Занимайтесь бизнесом, вам 15, можете заработать 5 миллионов Переходите по ссылке и получайте свои Подработка 3 часа в день миллион долларов Но иногда может быть очень сложным самым Во-первых, это мотивация, это свое расписание Иногда очень сложно себя просто заставить сесть за что-то И я, например, если бы я готовилась, я бы обязательно готовилась, возможно, с учителем или с репетитором Но даже если это небольшой какой-то промежуток занятий, может это даже 1 час в неделю Но просто ради того, чтобы держать себя в руках и чтобы знать, что вот тебе надо сделать это задание Тебе надо вот это подготовить, вот это выучить Потому что, ну, самому может быть сложно себя заставить И плюс, когда ты занимаешься сам, ты можешь не замечать ошибки, которые ты делаешь То есть тебе кажется, что ты говоришь все правильно, ты пишешь все правильно И у тебя нет никакой оценки со стороны Это то же самое, когда мы писали диплом И потом, когда кто-то другой его не начнет читать и просто замечать Ну, максимально тупые ошибки там вообще просто думаешь, как ты этого мог не заметить И то есть в английском, да в любом вообще, в любой отрасли это очень важно, чтобы кто-то как-то контролировал этот процесс Либо, если у вас есть какой-то друг, с которым мы там вместе, в принципе, на одном уровне И можете помогать друг другу То, ну, не знаю, устраивайте какие-то спикинг-клабы только в такой домашней атмосферке Либо даже если это друг, у него высшего уровня английского мочи У вас, вы можете попросить его в очень мягкой форме вас критиковать То есть это не обязательно должно быть, чтобы вас прервали последние предложения Не говори, нет, как ты посмел использовать по символу, как-то здесь должен быть прозвитой А просто как-то мягко намекнуть, что так бы лучше бы сказать было Либо же, возможно, вот такой вот есть оборот речи, который очень живо звучит и очень классно тебе туда впишется Вот ты, кстати, затронула тему времен Мне кажется, что это самая большая у всех проблема с ними Возможно, у тебя есть какой-то совет, который мог бы помочь Честно, мне очень нравится учить грамматику по таблицам Где все максимально схематично Когда ты читаешь учебник и там вот такой лист теории Ну, ты упустишь половину, что там написано Поэтому чем проще ты это для себя объяснишь и систематизируешь Тем проще тебе будет потом это самому воспринимать и как-то строить предложение У меня всегда была табличка моя, там все времена Если, например, это еще и ПСИ, где там время переходит и другое, там у меня стрелочки нарисованы То есть все аккуратно, красиво и понятно У меня есть то же самое по немецкому языку, у меня сборник Ну, просто грамматика в таблицах И это очень просто, понятно Конечно, иногда надо уже вчитываться в детали, какие-то искать нюансы Но на базовом уровне, пока вы еще не понимаете, например, базовую грамматику То лучше взять себе что-то вот именно самое основное Это уже заучить, а потом уже вкапываться куда-то там очень глубоко Есть еще проблема, я замечаю у многих, что особенно у нас, мне кажется, в образовании Потому что у нас делается упор на грамматику, на лексику Но разговорного аспекта у нас вообще его нет, оно отсутствует напрочь И потом, когда ты уезжаешь за границу, ты вроде бы понимаешь, но сказать, ты боишься сделать ошибку Боишься, в принципе, как-то сформулировать Иногда надо просто себя заставлять открывать рот и говорить уже несмотря на ошибки И поэтому, возможно, лучше найти себе какую-то компанию, где вам будет это делать комфортно Возможно, вы найдете какой-то спикинг-клаб, где будет очень классная дружеская Даже у нас в универе был спикинг-клаб, и он был реально классным Потому что там были и преподаватели, и студенты И у нас как-то, во-первых, истирались как-то границы между преподавателем и студентом А во-вторых, все узнавали что-то новое Потому что язык все равно не стоит на месте, какие-то новые слова, новые сленговые штучки и все остальное И мы так вместе, все дружно развиваемся и говорим, и не боимся И это не тот случай, когда, если вы что-то неправильно скажете, вдруг проснется в человеке учителя И такой, я тебе завтра два поставлю за то, что ты сказал нет То есть он понимает, что это дополнительное развитие Последнее, но довольно-таки важное Акцент О, моя любимая тема И не только твоя Люди боятся, когда едут за границу своего акцента, это раз Два, у нас, возможно, неправильно как-то это все преподают А три, мне почему-то кажется, у нас в образовании это британский, английский, water и все остальное Вот это вот очень благородное, изысканное Но когда мы приходим домой, открываем YouTube сериал «Все остальное» Все «Американ акцент» Здравствуйте И, ну, то есть, вообще сбой в голове И ты приходишь, начинаешь говорить то, что ты услышал Тебя опять исправляют Я такой думаю, что все, короче, буду говорить вот «вотер» И все Что нужно делать в таких ситуациях? Вообще я очень сильно против вот этого прессинга по поводу акцента Я понимаю, конечно, это естественно, что очень важно учитывать И регуляция акцентов Да, и плюс очень важно учитывать артикуляцию, фонетику, когда ты учишь чужой язык, чтобы тебя понимали в той стране Но, поскольку английский язык, он существует во всем мире У нас миллиарды разных акцентов в каждой стране Даже, может быть, в каждом регионе Да, очень много разных акцентов Я очень сильно против того, чтобы людей прям так сильно угнетать по этому поводу Вот у тебя акцент, ты должен говорить не так Это очень сковывает людей и заставляет их чувствовать себя неуверенными Когда они говорят о ней о каком-то другом языке Они и так боятся решать этот языковой барьер А вы их еще и землем тактываете, потому что, видите, они говорят «не бутвал» Ну, это ужасно Это, я считаю, мы должны от этого отойти Можно над ним работать, можно разучивать всякие фонетические упражнения Можно, опять-таки, слушать живую речь По крайней мере, с тем акцентом, который вы хотите И пытаться повторять эти звуки Даже, я вспоминаю, вот слова электронные, любой откроет Там есть три вкладки Британский, американский, австралийский Ну, то есть, вообще А еще есть индийский А шотландский Ну, то есть, настолько много этих версий английского И, ну, как бы, это мир Да Если вам хочется, можете практиковаться Мне очень помогло просто, опять-таки, слушать целыми днями Смотреть в ютубе видео и имитировать этот акцент Потому что, опять-таки, мне нравились очень какие-то шутки Какие-то цитаты, какие-то фразы И я все время прокручивала их в голове И, в итоге, они мне начали звучать уже с точно таким же голосом, акцентом и интонацией Как говорит этот ютубер И оно приедается, как бы И со временем это просто совсем Мне кажется, что проще людям, у которых есть музыкальный слух Да Но у Камилы он точно есть Да и у меня, вроде бы, тоже Поэтому, возможно, нам как-то проще улавливать Но некоторые просто им сложно вот уловить С какой-то на это было сказано Это точно так же, как китайский У них вообще четыре тона То есть, английский это еще не самое страшное Не самое страшное, да Не самое страшное, что может случиться Поэтому, тем более, это международный язык Да Это, ну вот Уже пора давно привыкнуть Что все люди говорят на английском по-разному Я надеюсь, что мы сегодня вдохновили людей на то, что Английский это не страшно, не больно Он не кусается Все хорошо Но потом нормально Да И мы прикрепим под видео все-все-все, о чем мы сегодня говорили Чтобы вам было весьма просто это все искать Камила, спасибо тебе большое Потому что сегодня пришла Пришла, все рассказала Вот посмотрите, какие у меня замечательные друзья А еще одна подружанка садится кадром На бьюти-блог Уже необходимо на бьюти-блог И куманам их красивые Может, хоть зайдешься, да, на секундочку к нам Ну, такая стесняшка Всех очень сильно любим Всех очень сильно обнимаем Всех любим, всех обнимаем Если у вас есть какие-то вопросы Мы, кстати, с Камилой, мне кажется, в принципе, более-менее компетентны в этом вопросе Поэтому мы с удовольствием вам поможем, если у вас будут какие-то вопросы Всем пока Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok